Мы часто становимся заложниками своих образов и эффекта завышенных ожиданий. Подняв планку однажды, очень сложно будет признать свое поражение после. Эрик Давидыч ее поднял слишком высоко, и перепрыгнуть эту планку сейчас под влиянием множества факторов и собственных ошибок становится уже не так просто. Перед тем, как мы перейдем к рассмотрению отдельных моментов, стоит отметить заметную подготовленность Эрика к данному интервью. Видно, что в некоторых моментах он не раздумывает долго и сразу переходит к ответу, что наводит на мысли, что сам ответ содержит заготовленные фразы, которые неоднократно будут повторяться на протяжении всего интервью. Вероятно, это сделано не сколько для умышленного умалчивания информации, сколько с целью иметь заготовленный и, как ему кажется, обоснованный ответ. Как ты думаешь, почему? Значит, комментарии и были, и будут всегда. И плохие, и хорошие. Учитывая положение, по его мнению, ему важно оставаться подготовленным и идеально выглядеть в глазах зрителей. И именно эта позиция сыграла роковую имиджевую ошибку. Однако, ни одному мне показалось, что Эрик не во всех местах был откровенен, не хочется быть дураком, которому дают любую информацию и преподносит заистину, для меня, как для обычного зрителя, это непонятно для каких целей. Ведь если ложь того же Киселева или, например, Михалкова казалась ничем необычным, и мы ожидали подобного поведения, то человека, который находится на нашей с вами общей площадке, за которого многие переживали, не ожидаешь подобного поведения. Поэтому хочется разобраться в некоторых вопросах, используя свои навыки наблюдательности и знания о невербальном поведении. Одна сториз в инстаграме 1 миллион рублей, один пост в инстаграме 2 миллиона рублей. Для начала, момент с ценами на рекламу изначально вызвал настороженность. В ту секунду, как только речь зашла о рекламе, Давидыч изменил свою позу. Она сопровождается закинутыми руками за спину, при поднимании подбородка, плюс демонстрации своей вентральной, то есть открытой части тела. До и после этого он больше не использовал такую позу. Соответственно, происходит первое отклонение от базовой линии поведения. Казалось бы, поза говорит о внутренней уверенности. Почему тогда это вызывает у меня сомнения? Не все так однозначно, как может показаться. Проведем речевой анализ его слов. Изначально и после этого вопроса количество слов и аргументов были умеренными. Он давал развернутый ответ. Например, на тест-драйв от Давида еще просто снимали, да, и рассказывали про тачки. А сегодня мы сделали Давидыч динамик-драйв D3. И второе отклонение от базовой линии происходит в следующем моменте. При ответе на этот вопрос он не вдается в подробности. Отвечает коротко, не наполняет речь деталями, как это делал неоднократно, например, поездки по России и его интересу к машинам. Есть ли люди, которые готовы платить такие деньги? Которые уже заплатили такие деньги? Да, есть. А такие деньги? Мы изначально вот простроили такой прайс, да. А у тебя была хоть одна реклама в Инстаграме с тех пор? Конечно. Его эмоциональность снижена. Невербальная составляющая его слов тоже изменена. А тон и громкость голоса значительно уменьшены. К концу фраз громко снижается и затухает. Тем самым Давидыч бессознательно пытается снизить значимость, что можно характеризовать как неуверенность в своих словах. А это самый первый прайс, да. Да, есть. А такие деньги? Конечно. К слову, подобное снижение громкости мы видим и в конце интервью, когда Дудь спрашивает, сколько раз за интервью Давидыч соврал. Сколько раз за это интервью ты сказал неправду? Ноль. Ну, вернемся к разбору вопроса о рекламе. Помимо сказанных ранее фактов, появляются необоснованные противоречия. Дудь спрашивает, вносил ли кто-то деньги, на что Эрик необоснованно начинает уводить вопрос в сторону. Он рассказывает про налоговую и начинает всячески добавлять лишние детали. А есть ли хоть кто-то, кто по такому ценнику занес тебе деньги? Это знает налоговая? Ну, если ты сказал, что тебе нечего скрывать эту налоговую, просто скажи, да или нет? Нет, в том-то и дело, что я делаю контракт, я оплачиваю налоговую, и поэтому... Однако в итоге он все-таки отвечает на заданный вопрос, будто изначально не возникало проблем. Есть ли люди, которые готовы платить такие деньги? Есть. Тут и появляется необоснованность. Зачем потребовались эти детали? Многие исследования подтверждают и характеризуют поведение людей, которые для того, чтобы исказить информацию или соврать, будут дополнять историю всяческими незначительными деталями для оттягивания момента и продумывания лжи, или внутренне подготавливаются, чтобы ее произнести. В похожих исследованиях также говорится о поведении лжецов, которые выбирают стратегию уверенного и спокойного поведения, чтобы не вызывать подозрений, что мы и наблюдаем при выслушивании вопроса и последующем ответе. Отсюда и понятна выбранная поза уверенности. Чтобы не вызывать подозрений, его тело намеренно демонстрирует спокойствие, уверенность и неподвижность. Но другие незначительные сигналы стресса и беспокойства все-таки выдают эту наигранность. Также обратите внимание на неоднократное приподнимание носков и поигрывание стопами ног. Такое поведение является еще одним доказательством внутреннего напряжения и беспокойства. Исходя из этого, мы видим, что сигналов сомнительного поведения, таких как наигранность уверенного поведения, признаки стресса, беспокойства, сомнения в своих словах, необоснованные противоречия, их больше, нежели признаков искреннего поведения. Эти критерии помогают делать вывод, что обсуждаемая тема вызывает беспокойство и волнение, а также есть вероятность неправдоподобности в истории и какие-то детали искажены или изменены. Подобное поведение при ответе на некоторые провокационные и не очень вопросы есть еще в нескольких моментах. Разбором этого вопроса я хотел вам показать пример подобного отклонения от базовой линии поведения, которые будут встречаться периодически на протяжении интервью. Но некоторые такие вопросы имеют личный характер, и мне не хотелось бы их анализировать. Но отдельные моменты все же стоит обсудить. При просмотре интервью нам становится очевидным, что по каким-то причинам Эрик Давидович не готов быть искренним с аудиторией и зрителями. Где-то он действительно пытается уйти от ответа, но где-то это лишь рисуется нашим стереотипным восприятием из-за определенной модели поведения. Но обо всем по порядку. Для сравнения мне бы хотелось показать вам отрывок из его интервью после выхода из тюрьмы и провести сравнительный анализ с тем, что мы видим в интервью у Дудя. Для начала рассмотрим видео после освобождения. Там было, я понимаю, что все, сейчас в двух словах не сказать, в СИЗО. Как бы, что больше всего, наверное, нельзя повлияло. На вопрос о том, что было в тюрьме, он отвечает достаточно открыто. И это заметно не только по его словам, но и как его чувства и эмоции выражают лицо и другие невербальные сигналы. Опущенный взгляд вниз, напряжение, которые появляются в СИЗО на их бровях, говорят нам о погружении в события, которые вызывают негативные чувства. Он хочет избежать обсуждения этой темы, но при этом открыто отвечает на некоторые вопросы. Никак, невозможно это описать несловить. Что сделали с ним за эти три года, мы наблюдаем микровыражение, которое означает сдерживание печали, что дает нам понять характер происходящего. К этому приложили огромное усилие, чтобы меня сломать, чтобы меня унизить, чтобы меня растоптать. И еще одно легкое проявление печали наблюдается при произнесении слов «унизить», «сломать», «растоптать». Оно выражается в незначительном приподнимании внутренних уголков бровей, что также говорит о характере переживаемых эмоций. Ему тяжело сдерживать эмоции, но несмотря на это он открыт, не уходит прямо от ответов, и мы не видим фальши в его поведении. На интервью у Дудя мы же наблюдаем противоположную модель поведения. Вместо ответа на конкретно поставленные вопросы, он уходит в сторону и пытается наполнить речь деталями, которые не относятся к основной теме, а лишь отдаленно касаются ее. Тебя пытались унизить? Ты знаешь, они вели себя, с одной стороны, корректно, с другой стороны, то есть им что нужно было? Давидыч не дает точный ответ, что Дудь ни разу подмечает и спрашивает, к чему это сказано, к чему это, ближе к теме и так далее. Почему так возникает, я расскажу чуть позже. Кстати, если вы хотите научиться распознавать подобные эмоциональные выражения, то в своем инстаграме я часто провожу различные упражнения и тесты. Каждый из вас, вне зависимости от уровня подготовки, может попрактиковаться в определении эмоций и повысить свои навыки. После таких тренировок видеть скрытые эмоции во время общения с человеком будет гораздо легче, поэтому ссылку на инстаграм я оставлю в описании. А для желающих овладеть навыком распознавания эмоций по выражению лица, чтобы не ждать разбор подобных видео от меня, а самим во время просмотра подмечать многочисленные детали, предлагаю зарегистрироваться на второй поток курса FaceHunter, подробности которого вы найдете в описании под видео. Количество мест на этот поток снижено, поэтому советую не затягивать. Есть некоторые вопросы, которые тоже вызывают большое количество сомнений. Из-за многочисленных факторов мы не верим в их правдоподобность. Посмотрев эти отрывки несколько раз, я не заметил очевидных признаков в невербальном поведении, которые бы указывали на то, что он точно врет. Наоборот. Видно, что он вполне откровенен, его невербальное поведение и слова конкурентны и не вызывают сильных противоречий. И если бы такое поведение было бы при рассказе других фактов, то с точностью можно было бы заявить, что это правда. Там были единичные признаки, которые можно было бы приписать к тому, что он что-то скрывает, но их недостаточно, чтобы делать более-менее однозначные выводы именно по невербальному поведению. Вот эти годы боксом я отжимаюсь полторы тысячи раз по пятьдесят раз. Я могу полторы тысячи раз за день за где-то три с половиной часа. Возможно, такой вариант, что когда он произносил одно количество, в голове держал значение совершенно других цифр. Например, 1500 отжиманий за три дня представлял у себя в голове и убежденно в это верил, а словами выразил совершенно другие цифры. Как, например, часто прибегают лжецы к подобным стратегиям, когда им задают один вопрос, и чтобы максимально ответить правдиво, они вспоминают в голове реальный факт и, отвечая якобы на ложный вопрос, в действительности отвечают на правдивый факт, созданный в своей голове. Тем не менее, в этом случае он произнес слишком завышенные показатели по всем физическим параметрам, что очевидно не может быть правдой. Несмотря на то, что тезис в тюрьме делать нечего вполне справедливый, но хочется разобраться, почему происходит такое очевидное завышение, и в поиске ответа на его общее поведение кажется приблизился к разгадке поведения Давидыча и в этих моментах. Кризис, вызываемый стрессом в организме человека, когда нарушается привычный ход его жизни, дезорганизует или даже делает невозможной обычную жизнедеятельность. Подобный процесс может оказать негативное влияние на человека, разрушая или деформируя его личность и жизнь. В его случае это ограничение свободы в сроком до трех лет с различным психологическим и физическим давлением. На фоне этого личность подвергается возникновению и усилению уже существовавших до этого различных когнитивных искажений и личностных изменений, которые неизменно влияют и видоизменяют взаимодействие с окружающими по разным причинам. Исходя из этого интервью, мы можем увидеть несколько когнитивных искажений, которые в том числе подмечает и сам Дудь. Эффект сверхуверенности. Когнитивное искажение, при котором уверенность человека в своих действиях и решениях значительно выше, чем объективная точность этих суждений. Также этот эффект выражается мстивым представлением о себе. Это когнитивное искажение основывается именно на необъективной оценке своих действий и как следствие превозношении себя над окружающими. Эрик, тебе не кажется, эта фраза просядем и обсудим человека как смешной? Почему? Похоже на значение также имеет эффект Лэйк Обигана, который предполагает, что человек склонен приоценивать свои способности и качества в сравнении со способностями и качествами окружающих. На интервью это проявляется не только в возвышенном отношении Давидыча к другим деятелям Ютуба, в своем влиянии на окружающих и прочего, но даже заявление о сверхбольшом количестве отжиманий, приседаний, скручивания прессы и количества отвеченных писем. Его заявление в сторону того, что он не понимает причины хейта в его сторону и желание собрать блогеров, рассказать, что как нужно и в своем влиянии в сфере Ютуба напоминает эгоцентрическое искажение. Одно из классических когнитивных искажений, которое заключается в склонности вспоминать свое прошлое в самовозвеличающей манере. Также все это напоминает последствия профессиональной деформации. Когнитивные искажения, которые характеризуются в своей деятельности самообманом, невозможностью взглянуть на ситуацию с другой стороны, монологичностью и необсуждаемым доминированием чувством собственной правоты, демонстрацией авторитетности, агрессии и тому подобное. Я тебя спрашиваю. Не тратил. Ну а что ты делаешь? Разговор не лезь, слышишь? Да в разговор не лезь, люди разговаривают. К слову, об агрессии. Во многих моментах, где Эрек не уверен в своих ответах, пытается уйти от вопроса и снизить значимость, он нападает всячески на Дудя, ставит его в похожую ситуацию, просит попросить представить, как бы поступил он. Что будешь делать? А? Ты мне задаешь вопрос? Вот тебе такой вопрос зададут на звание. Шквар, что такое? Можешь мне перевести? Ты же человек у нас образованный, что такое за шквар? Давай расскажи мне. Ну ты Apple пользуешься, ты пидоростию поддерживаешь? Скажи мне. Что? Ты пидоростию поддерживаешь? Пидоров поддерживаешь? Какая связь? Это происходит для того, чтобы запутать человека и попробовать уйти от вопроса таким образом. И возникает именно в тех моментах, когда он не уверен в своих словах или позиции. Эмоция гнева или атаки часто проявляется тогда, когда человек не может контролировать ситуацию и чувствует неуверенность в себе или в своих словах. Но можно ли сказать, что поэтому он во всех моментах был нечестен? Нужно быть справедливым и ответить объективно, что нет, лично я так не думаю, и мои наблюдения показали только недосказанность в отдельных моментах. В действительности из-за возникших очевидных противоречий, которые мы с вами только что определили, у нас возникает свое собственное когнитивное искажение, когда мы по одним фактам судим общее поведение человека. Исходя из этого, нам кажется, что человек врал везде, где пытался уходить от вопроса или вел себя неуверенно. Очень заметны его переживания и стресс во время интервью, которые возникли из-за высокой ответственности и повышенной значимости такого формата передачи, который на данный момент является одной из самых авторитетных среди русскоязычного ютуба. Плюс ко всему, ему лично симпатизирует Юрий. Подтверждение подобному мы видим, например, в этом моменте. С девочками по кругу кувыркался или еще что-то. Кто-то это осудит, знаешь, кто-то одобрит. При таком условии я сделаю максимально все возможное, чтобы такой материал никуда не вышел. И я тормозну его на сколько максимум это возможно. Потом приду к тебе, подарю тебе этот материал, скажу, Юр, ты что? И этот уровень волнения оказывает сильное влияние на гибкость мышления, формулировку мыслей и все идет не совсем так, как им задумалось. Он растекается мыслью по древу, много повторяется, не дает конкретных ответов. Обратите внимание, как он ведет себя в другом интервью. Там он гораздо быстрее реагирует на вопросы, отвечает, ведет себя уверенней. А меня посадили в туберкулезно-спидозный корпус. Там, где болеют турберкулезом и спином. Возможно, и это повлияло на то, что многие воспринимают почти все его ответы ложными, хотя в действительности это просто повышенный уровень стресса в организме. И, как мне кажется, именно то, что он, вероятно, подходил к возможной заготовке ответов и пространиванию своего поведения на интервью, пагубно отродилось на то, как негативно это встретила аудитория. Не чувствуется его открытость, не чувствуется его реальные переживания во время ответа. Из-за созданного образа в виде лидера Ютуба желание оправдать те завышенные ожидания, которые он сам себе поставил, негативно отражаются на отношении к его личности. Но, если честно, при просмотре интервью меня шокировало не это. Для меня такое поведение не кажется странным, оно вполне нормальное и часто встречается среди окружающих. Уверен, каждый из вас в отрезке своей жизни может быть подвержен подобным искажениям. Но меня искренне удивило то, что я прочел в комментариях. Высоинтеллектуальная критика и оскорбление от особо развитых биологических существ вида гомо-сапиенс. Я не приписываю себя к фанатам и поклонникам творчества Эрика Давидовича, но я уверен, что несмотря на свое поведение, которое кому-то может не нравиться, подобного рода хейт просто отвратительный. Самое страшное, что исходит не только от детей младшего возраста. Я, конечно, не удивлен такому поведению людей, которые демонстрируют свой высокий интеллектуальный и духовный потенциал, но страшно представить, что наше общество формируется в основном такими людьми, вечно недовольными и вечно озлобленными. Читая такие комментарии, очень просто составить психологический портрет человека, исходя из этого, как мне кажется, с большим количеством пафоса, чувством безнаказанности, повышенным самомнением забывают назвать еще одну категорию людей. Наблюдайте не только за людьми, но и не забывайте наблюдать за собой. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok